Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Если у вас есть ваши Библии, давайте мы, пожалуйста, откроем Евангелие от Матфея, 27 главу. Евангелие от Матфея, 27 глава, мы будем читать с 45 стиха по 50. Евангелие от Матфея, 27, 45. От шестого же часа тьма была по всей земле, до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. Ильи, Ильи, ломаса вахвани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, Илью зовет он. И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Некоторые места Писания нам, христианам, почти невозможно читать или слушать легкомысленно, правда? Само повествование о смерти Иисуса Христа вызывает в нас определенную серьезность и даже эмоциональную реакцию. Потому что смерть Иисуса Христа наполнена для нас, христиан, смыслом. Что же значит распятие Иисуса Христа? Для тебя, дорогой друг, что значит смерть Иисуса Христа? Недавно я читал детскую Библию в картинках с моей маленькой дочерью и, прочитая ее две любимые истории о воскресении Лазаря и о исцелении слепого, в какой-то момент мы просто остановились в ее комнате праздновать о делах Иисуса. Мы праздновали о Иисусе в ее комнате, но следом мы начали читать дальше. Мы пришли в Гефсиманию, а потом на крест. Ее настроение внезапно изменилось, выражение лица моей маленькой дочери изменилось. Она была озабочена, озадачена. Вопрос был написан на ее лице, ей не нужно было говорить его, почему. За что? Почему Христос умирает? Есть дело в том, что существует определенное несоответствие в истории Иисуса Христа, правда? Почему праведник умирает смертью казни, и при этом мы видим, Иисус никак не препятствует этому, как ни в какой истории. Моя маленькая дочь это заметила, у нее было правильное восприятие, но у нее не было ответа. Христос не должен умирать. Почему же смерть? Почему же смерть на кресте? На этот вопрос можно ответить по-разному. Во-первых, можно дать просто причины его смерти. Например, можно объяснить религиозную культуру того времени. Можно объяснить, как учение Иисуса Христа приводило религиозных лидеров врасплох, когда они слышали о том, о чем он учил, ведь он очень часто учил противоположно или вопреки тому, что учили они. Можно рассказать о влиянии, которое Иисус имел в обществе. Тысячу людей следовали за ним, и это снова приводило религиозных лидеров в тревогу и даже в зависть. Можно сказать и о судебном процессе, который не был справедливый. Ведь всего лишь из желания угодить евреям, понтий Пилат, предает Христа на смерть. Вот, в принципе, и причины, почему умер Христос. Но можно ответить на этот вопрос совсем по-другому, не давая причины, но объяснить цель его смерти. Почему умер Христос? Он умер с искупительной целью, братья и сестры. В повествовании истории всего Писания смерть Иисуса Христа, его распятие, его страдания, очень много значит. Я постарался как-то объяснить моей маленькой дочери на ее детском уровне, конечно, что Христос испытал смерть и тьму ради нас. Не ради себя. Смерть Иисуса Христа – это Бог Отец, изливающий свой святой гнев и наказание за грех человека на своего собственного сына ради примирения человечества с самим собой. Это наш Спаситель, который осужден и наказан за нас. Это наш Представитель, несущий наказание за наши грехи и наши преступления, испытывая суд Божий за нас, вместо нас, в полном повиновении воли своего Отца. Иисус остается праведный и верный до смерти. Он приносит Себя в жертву, оплачивая грех всех, кто верует в Него. Вот в чем, я думаю, заключается основная идея, прочитана нами отрывка Писания о смерти Иисуса Христа. Иисус Христос был оставлен, чтобы мы могли быть приняты. Это основная мысль текста, я надеюсь, основная мысль моей проповеди. В одном предложении – библейское значение смерти Иисуса Христа. Иисус Христос был оставлен, чтобы мы могли быть приняты. Две главные мысли в моей проповеди. Первое – Он осужден вместо нас. Он осужден вместо нас. Посмотрите, пожалуйста, со мной 45-й стих. Отвея 27-45. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. События распятия Христа, данные нам в Евангелии от Матфея, наполнены богатой библейской символикой и даже тайной. Сверхъестественная тьма покрыла всю землю при смерти Иисуса Христа. Матфея использует еврейскую систему времени, когда говорит, тьма сошла на землю в шестом часе. День для евреев начинался в шесть часов утра. Это был первый час дня. Шестой час, который упоминается в данном тексте, это полдень. 12 часов дня, с полудня до трех часов, когда солнце наиболее яркое, когда солнце находится в зените. Землю окутывает густая сверхъестественная тьма. Что же это значит? Что значит тьма? Или лучше спросить, что Бог говорит в темноте? Неужели Бог скрывает агонию страдания Своего Сына, как бы прикрывая страдания Христа от людей? Или, может быть, Бог, Отец, переживает траур? Может быть, Он отплакивает смерть Своего Сына во тьме? Нет, братья и сестры, это не так. Потому что тьма имеет библейское значение и смысл. Давайте вспомним, когда еще в Библии была тьма посреди дня. В Ветхом Завете мы помним историю во время Исхода. Помните эту историю? Моисей в девятый раз приходит к фараону. И в девятый раз фараон отказывается отпускать народ. И в девятый раз Бог изливает суд и наказание. Тьма была посреди дня три дня. Итак, тьма говорит о суде Божьем. Более того, апостол Матфей уже установил это значение этому слову в своем Евангелии. Много раз в своем Евангелии он использует слово тьма. Вместе с плачем и скрежетом зубов. Знакомая для нас фраза, братья и сестры. Матфей уже говорил о тьме. Послушайте эти стихи. Матфей 8, 11-12. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Матфея 22, 13. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Матфея 25, 30. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Тьма является символом наказания и осуждения в Евангелии от Матфея. Дело не в том, что Бог как будто оплакивает смерть Своего Сына. Напротив, тьма – это Бог Отец, активно и целенаправленно изливает суд и наказание. Но вот в чем непредвиденное, братья и сестры. В этот раз ни на египетский народ, ни на грешных людей, а на Своего праведного Сына. То Божье наказание, которое должны нести мы, грешные люди, тот справедливый Божий суд, который должен состояться над грехом, изливается не на нас, а на Сына Божьего. Это то, о чем говорил пророк Исаия, братья и сестры, 53 глава. Третий стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Послушайте. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Но он извязлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились, и Господь возложил на него грехи всех нас». Послушайте, 10 стих. «Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Христос испытал тьму, суд, наказание за нас от Своего Отца». Смерть Иисуса Христа – это заместительная жертва за наши грехи. Заместительная, потому что жертва принесена вместо нас. Христос нас заместил. Вот единственная причина, почему Голгофа – это то место, где грешник может найти прощение и покой. Вот почему символ римской казни, страшный крест, стал символом великой любви Бога и его благодати к людям. Вот почему мы можем получить прощение наших грехов. Потому что гнев Святого Бога Создателя, был справедливый суд Отца, уже был пролит. Потому что цена уже была уплачена. Наказание за грех уже случилось. Во всем известной христианской классике, история путешествия Пилигрима, которая является представлением, аллегорическое изображение христианской жизни, главный герой по имени христианин, в какой-то момент подымается на холм, и на холму он видит крест. У креста внизу, креста у ног, креста – могила. И когда христианин подымается ко кресту, его ноша, эта тяжесть, которую он нес всю историю, внезапно падает с его плеч. Она падает на пол, она начинает катиться, она катится и катится, пока месть не падает в могилу. И написано, христианин больше не видел ее. В этот момент христианин радуется, так как чувствует, что он счастлив, он радостно провозглашает, он дал мне покой своей скорбью и жизнь своей смертью. После этого он некоторое время стоял неподвижно, смотрел на крест и рассуждал о нем. «Дорогой друг, прощен ли твой грех? Несешь ли ты тяжесть и бремя своего греха, чувство вины? Что не дает тебе пережить прощение Бога? Поверил ли ты в заместительную жертву Иисуса Христа? Если вы не верующие здесь с нами сегодня, и вы чувствуете обличение в своем грехе, если вы чувствуете тяжесть, поверьте в Иисуса Христа, возложите свой грех на Него, потому что Он уже понес наказание. Это Божья жертва за вас. Это Божий план спасения. Это единственный путь. Это единственный способ примириться со Святым Богом, получить прощение своих грехов и больше не нести тяжесть своего греха. Доверьтесь Иисусу Христу. Верьте в Его смерть за вас, возложите свой грех на Него. И вам не нужно будет нести наказание и суд. Дорогой брат и сестра, если ты уже спасен, и ты веришь в Иисуса Христа, думая о жертве Иисуса Христа в это утро, видишь ли ты отвратительность своего греха? Видишь ли ты сущность своего греха, своей греховной природы? Смотря на крест и страдания, видишь ли ты твой грех? Если Сын Божий должен был умереть за грех человека, то каков ли грех? Часть нашего греховного отклонения включает в себя определенную слепоту к отношению нашего греха. Мы не видим грех в правильном свете. Даже находясь в возрожденной природе, порой грех имеет способность ослеплять, скрывать свою настоящую сущность в нашей жизни. Мы нуждаемся в регулярном просвещении видеть и понимать сущность греха в нашей жизни. Если вы христианин, то вы, как и я, прекрасно знаете об этом. Даже на этой неделе у нас были столкновения с собственной греховной природой. Может, в раздражении и злости на других, дети на родителей, родители на детей, муж на жену, жена на мужа, рабочий на коллегу и так далее. Может, в проявлении гордости вы сказали что-то, о чем сейчас жалеете. Может, определенные житейские трудности, нагрузка, болезнь обнаружили настоящее положение вашего сердца на этой неделе. Может, в момент, когда все собрались вместе на День Благодарения, дорогой друг, может, ты не находил малейшей причины быть радостным и благодарным. Регулярное столкновение с нашей греховной природой. Когда мы думаем о кресте, нам снова напоминается наш грех и необходимость постоянного смиренного исповедания. Да, Христос простил меня. Да, Он умер за меня. Я прощен. Но в этом и смысл. Христос должен был умереть за мой грех. Это цена моего греха. Заместительность смерти Иисуса Христа это то, что снова и снова и снова ставит все на свои места. Только смотря и понимая крест, мы понимаем сущность своего греха. Поэтому мне нужно рассуждать. Поэтому мне нужно возвращаться. Смотреть на крест и ненавидеть свой грех. Но, к нашему счастью, крест значит больше для нас, христиан, чем просто напоминание о грехе. Правда? Крест также является для нас напоминанием, что Бог милостив, и Он прощает, Он проявляет благодать в наших грехах. Вот почему и пришел Христос. Крест – это символ принятия. Крест – это символ любви и благодати Бога. Мы ничего не можем добавить к кресту, братья и сестры. Вот почему мы приходим такие, какие мы есть каждый раз, каждый день, полагаясь на Его совершенную жертву ради нас. Смерть Иисуса Христа на кресте – это единственное доступное примирение греховного человека со святым Богом. Изначальное примирение спасения, но также и продолжающая благодать, которая дает нам правильно видеть свой грех и регулярно идти с пустыми руками к Нему. Он испытал тьму за нас. Он был осужден вместо нас. Вторая мысль. Он праведен ради нас. Он праведен ради нас. Славная сцена креста в истории путешествия Пилигрима не заканчивается провозглашением христианина о прощении. Когда христианин празднует и плачет у креста, к нему внезапно подходят трое сияющих, видимо, ангелы, и говорят «Мир тебе!» Первый говорит ему «Твои грехи прощены!» Второй ничего не говорит. Он снимает с него дряхлую, грязную одежду и одевает в ее сменную. Третий ставит знак на его лбу и дает ему свиток с печатью, который он должен представить при входе в небесный город, куда он стремится. чистая одежда, знак на лбу и свиток с печатью был тот нужный залог зайти в небесный город. То есть история подчеркивает прощения грехов недостаточно. «Прощение грехов недостаточно!» Матфея 27, 46 «А около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, Или, ломаса вахвани!» То есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» В этих словах мы видим, что крестные страдания заключались не только в физической боли казни, как бы больно это не было для Христа, как не больно было вынести бичевание римских кнутов до креста, как не больно было бы пригвоздить руки и ноги креста к прочному деревянному кресту. Все это не могло сравниться со страданиями, которые перенес Христос, когда Бог Отец возложил на Него грех людей и излил свой святой гнев и наказание. Мы видим в этих словах страдания Христа. Когда Христос понес грех в Своем теле, в первый раз в Своей жизни Христос по-настоящему испытал, по-настоящему ощутил в Своей человечности отделение Своего Небесного Отца. Бог Отец отделился от Сына, который нес грех. Впервые Бог Сын почувствовал разрыв совершенных человеческих отношений со Своим Отцом. Это местописание вызывает много вопросов у христиан. Что произошло в Вечной Тройце на кресте? Как Бог Отец мог оставить Сына? Это хороший вопрос, братья и сестры. Но в Вечной Тройце не было изменений. Бог не меняется в Своей личности, в Своей природе. Бог Сын не оставляет Тройцу на какое-то время, чтобы потом возвратиться в Нее. Нам действительно трудно осознать, нам действительно трудно понять, как и все, что касается воплощения Христа и Тройцы. Но Иисус действительно переживает разделение и оставление Бога Отца в наказание за грех, но только в Своей человечности. У Христа две природы. Другими словами, это не просто слова. Иисус действительно переживает в Своей человечности наказание Бога Отца за нас. эти слова, которые Иисус восклицает с Креста, это Его истинный, реальный, человеческий опыт и страдания. Но в Его крики на Кресте, братья и сестры, мы видим намного большее. И я хочу, чтобы мы обратили на это внимание. В Его крики мы видим, что Он цитирует 21 Псалом. Первый стих. Братья, пожалуйста, откройте. Словами «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня» начинается 21 Псалом. Ветхом Завете. Псалом, который Иисус должно быть выучил наизусть, я предполагаю, что было время в человеческой жизни Христа, когда Он рос в своей мудрости, в своем познании, как каждый человек. И, возможно, однажды размышлял над Писанием, когда Дух Божий озарил Его, открыл Ему значение 21 Псалма. Я полагаю, был момент, когда Дух Божий, Дух Святой открыл Христу очень лично, это будет Твое страдание. Иисус цитирует 21 Псалом на кресте. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Это то, что испытал Христос. Христос испытал оставление Отца, но я хочу, чтобы мы обратили внимание над эти слова под другим углом, друзья. Заметьте, что Его слова, во-первых, не являются словами непонимания происходящего. Иисус знал Его назначение. Иисус знал Свою миссию, Он знал о Своих страданиях и смерти. Многие места Писания говорят об этом, когда Иисус Сам учил Своих учеников, что Ему надобно было пострадать, умереть и воскреснуть. Матфея 16, 21. Его слова также не являются словами жалобы или обвинения. Христос не обвиняет Своего Отца в том, что Он страдает. Напротив, я хочу показать, мы видим в этих словах Он доверяет Отцу и подчиняется Его воле даже в Его страданиях. Почему я так думаю? Если вы прочитаете 21-й Псалом, то вы увидите, что этот Псалом не только о страданиях. 21-й Псалом не заканчивается страданиями, как и многие Псалмы в Библии, Псалом 21 начинается со страданий, но заканчивается восстановлением страждущих и их хвалой. Псалом 21 это Псалом доверия и упования на Бога среди страданий. Послушайте только два стиха из этого Псалма. Псалом 21-24. Послушайте прославление страждущих. Боящийся Господа, восхвалите Его. Все семя из Иакова прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Почему? Почему хвала? 25-й стих. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда сей возвал к Нему. Псалом заканчивается надеждой в том, что Бог слышит страждущих и не скрывает Своего лица от них. Когда у вас будет время, прочитайте весь Псалом. Христос не критикует своего Отца, наоборот, мы видим, что Христос на самом деле полагается на Отца в своих страданиях, размышляя и цитируя знакомые места Писания. Иисус находит утешение посреди Своих страданий в Боге Отце, который не оставит страждущего. Он верит в Бога Отца. Более того, мы видим это в очень личных словах, которые использует Иисус на кресте. Он говорит на кресте, Боже мой, Боже мой, мой Бог, почему ты меня оставил? Иисус взывает к Богу Отцу, Богу Своему. В целом, в этих словах мы видим послушание и доверие Иисуса Христа Богу Отцу, когда Он терпит суд от Него. Это значит, что Христос переносит в наказание и суд за грех и даже в Своих страданиях и даже у Своей смерти Он полностью послушен и Он полностью полагается на Своего Отца. Христос умирает в полном послушании, в совершенном доверии Своему Отцу. Он остался верным до конца. Он остался праведным до конца. Бог Отец, смотря на крест и страдания Своего Сына, одновременно изливает суд на Своего Отца и одновременно испытывает удовлетворение Его послушания Ему. Одновременно Он изливает наказания и одновременно Он переживает любовь к Своему Сыну в Его послушании и доверии Ему. Иисус прожил праведную жизнь, угодную Богу, не согрешив до самой смерти. В этом смысл, братья и сестры. Что это значит для нас? Что значит совершенное послушание Иисуса Христа Своему Отцу? Очень много. К нашему счастью, Иисус остался послушным до смерти. Он исполнил всю праведность. Дело в том, что крест не только говорит нам о грехе, крест не только говорит о смерти Иисуса Христа, крест также говорит о Его праведной жизни, о Его послушании вместо нас, ради нас до конца. Дело в том, что нам нужна Его праведная жизнь, Его совершенное послушание, так же, как Его праведная смерть. В Его смерти мы получаем прощение наших грехов, в Его праведной жизни, мы получаем Его послушание, Его праведность через веру. Во Христе Бог не только стер наш долг, Он вменил нам праведную жизнь Иисуса Христа. Его идеальное и совершенное послушание по велениям Бога стало наше, во время нашего спасения. Иисус совершенно обратил падение и грех Адама. В книге Бытие в самом начале мы видим повеление Бога людям. Не только не есть с дерева познание добра и зла, но и плодиться, наполнять землю и владычествовать, быть праведными представителями Бога на земле. В своем падении Адам не только нарушил запретное ев с дерева, но и не исполнил требования Бога, не жив в праведной жизнью по повелению Бога. Братья и сестры, грех заключается не только в нарушении запретного, но и в неисполнении праведности. Мы видим подтверждение этому в Божьем законе, в Ветхом Завете. Закон Божий требует не только наказания за все нарушения, за все недостатки, но и совершенное выполнение своих предписаний. Закон имеет двоякое требование, не только не убей, но и люби ближнего своего, не только не поклоняйся идолам, но служи Господу Богу твоему. Как кто-то сказал, Христос, как представитель своего народа, подвергся проклятию и осуждению за грех, и он также исполнил закон Божий во всех его положительных требованиях. Другими словами, он позаботился не только о вине греха, но полностью выполнил требования праведности. Я знаю, это много, братья и сестры. Если мы должны были огромную сумму денег, скажем, банку, на нашем счету был бы огромный минус, чувство долга и вины не давало бы нам покой, и вдруг мы бы получили письмо от банка. Ваш огромный баланс прощен, кто-то полностью выплатил, у вас на счету ноль, а не минус, вы ничего больше не должны, мы бы радовались, правда, мы бы праздновали этому, но при этом мы бы остались бы ни с чем, мы были бедны. Христос сделал намного больше, братья и сестры, он не просто стер баланс, он вменил огромное богатство. Мы не в минусе и даже не в нуле, а в огромном плюсе, мы богаты во Христе. Он исполнил всю праведность закона, он жил праведной жизнью за нас, и это послушание, эта праведность вменяется нам, на нас счет, у нас на счету не ноль, у нас на счету не только нету долга греха, у нас на счету праведность Иисуса Христа. Апостол Павел говорит об этом в 5 главе Римлянам, 5 глава Римлянам, 18-19 стихи. Посему он сравнивает Адама со Христом, посему как преступлением одного Адама, всем человеком осуждения, так и праведностью одного Христа, всем человеком оправдания к жизни. Ибо как непослушанием одного человека Адама сделались многие грешными, так и послушанием одного Христа сделаются праведными многие. Послушанием одного Христа сделаются праведными многие. Послушание и праведность на кресте Это кульминация всей праведной жизни Иисуса Христа. Праведная жизнь Иисуса Христа, которая видна в Его последних словах на кресте, который Он прожил всю свою жизнь, вменяется нам, грешным людям. В этом благодать Евангелия Иисуса Христа. Итак, какое чувство долга, вины ты испытываешь в это утро, дорогой брат или сестра, во Христе? Может быть, чувство вины. Я нехорошая жена, я нехорошая мама, я недостаточно делаю, я нехороший муж или отец. Может, ты чувствуешь вину, что ты не очень хорошо использовал свое время на этой неделе. Может, ты чувствуешь провал в духовных дисциплинах, в чтении, писании и молитве. Может, ты чувствуешь вину греха на этой неделе, и ты чувствуешь провал в своем повиновении Богу. Ты чувствуешь недостаток своей личной праведности. Послушай, Христос умер за наш грех и вменил нам праведность своего Сына. Он покрыл все наши неудачи и все наши недостатки. В этом мы можем найти покой и обрести благодать. Когда твое непослушание мучит тебя, как христианина, найди покой в его совершенном послушании. Когда ты непослушен ему и ты жалеешь об этом, найди покой в его верности. В этом суть Евангелия, в этом благодать Христа. Какой у нас ответ, братья и сестры? Что можно сказать? Слава Богу! Послушайте, как об этом написал один христианин во II веке. Смотрите, как он пишет. Ибо что другое могло прикрыть грехи наши, как не его праведность? Через кого мы, беззаконные и нечестивые, могли оправдаться, кроме Сына Божия? И вот единственный правильный ответ на сию истину, далее писатель наполнен благодарением, переходит в прославление и поклонение Богу. Он пишет, о сладостный обмен, о непостижимое строительство, о неожиданное благодеяние. Беззаконие многих покрывается одним праведником. И праведность одного оправдывает многих беззаконников. Итак, крест Иисуса Христа – это Бог в Своей благодати решает проблему человеческого греха. Грех, который зародился в саду, грех, который, отделивший человека от Святого Бога, окончательно осужден на кресте в лице Иисуса Христа. Он тот праведник, который отменяет проклятие греха. Он высшая жертва за наши грехи. Более того, Он – наша праведность. Его совершенное послушание становится нашим. Это библейское значение смерти Иисуса Христа. Библейский смысл смерти и страдания Иисуса Христа. Перед нашей молитвой, вы заметили, братья и сестры, события страданий и смерти Иисуса Христа в повествовании Евангелия от Матфея описаны на фоне человеческого неверия. Некоторые, стоявшие там, слыша это, говорили, Илью зовет Он. И тотчас побежал один из них и взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить. А другие говорили, постой, посмотрим, придет ли Илья спасти Его. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Иисус умирает на кресте. И у креста слепые, потерянные и жалкие люди, которые совершенно не понимают происшедшего на кресте. Кто-то, видимо, из жалости хочет дать Христу пить, кто-то надменно требует подождать. Заметьте слова, пророк Илья, может быть, придет, поможет. Не все слепые одинаковы. Кто-то просто слеп, а кто-то слеп в своей религиозности. Но в итоге и те, и другие слепы. Люди у креста совершенно не понимают происшедшего на кресте. Матфей показывает нам состояние человека. То потерянное, слепое состояние человека, которое Иисус пришел искупить. Матфей показывает нам благодать искупления. Понимая значение смерти Иисуса Христа, это благодать Бога. Мы приходим к познанию Его жертвы, познанию Его спасения. Не потому, что мы догадались, братья и сестры. Не потому, что мы самые умные и мы осмыслили. А потому, что Богу было угодно найти нас, слепых, жалких, и открыть нам значение смерти Иисуса Христа. В это утро можешь ли ты сказать, дорогой друг, Иисус Христос был оставлен, чтобы я мог быть принят. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога за Его спасение в Иисусе Христе, за Его благодать, явленную нам. Аминь. Давайте помолимся.